Сегодня мы поговорим о притяжательных местоимениях. По-польски они называются «заимки державче». Это такие местоимения, например, как «мой», «твой», «моя», «ваша», «наша». Но вначале мы потренируемся и почитаем диалоги. Попереводим их. Нам нужно вставить слова в диалоге, предложенные. Итак. Чей автомобиль блокирует гараж? Не вем, напевно, не наш. Я не знаю, но наверняка не наш. Прошу прощения, чья это книга? Не моя. Мысли же Хавьера. Не моя. Я думаю, что Хавьера. Чье это снимок? То, то мое. То моя коллежанка, Мария Элена. Это, это мое фото. Это моя подруга, Мария Элена. И снимок знакомый. Ты держишь в портмоне. Это должно быть очень хорошее знакомое. Итак, у нас есть местоимения, разгруппированные, распределенные по родам. Чий мужской род, чей. Чия женский род, чья. Чия средний род, чьё. Мой. Мой. Моя. Моя. Твой. Твоя. Твоя. Обращаю внимание. Мой. Твой. Со звуком У. По скреской у нас здесь. Моя. Мое. Твоя. Твоя. Просто звук О. Буква О. Его. 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 Ей. Ей. Наш. Наша. Ваш. Ваша. Ваше. Их. 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 И давайте выполним упражнение. Нам даны слова в рамочке. Нам нужно их распределить по группам. Мой. Моя. Мое. То есть по родам. Мужской, женский, средний. Щёстра. Моя. Щёстра. Ауто. Мое. Ауто. Моя сестра. Моё авто. Матка. Моя матка. Моя мать. Бабча. Моя бабча. Моя бабушка. Място. Мое. Място. Мой город. Вуек. Мой. Вуек. Мой дядя. Чецко. Мое децко. Мой ребёнок. В польском языке децко, среднего рода, это мы видим по окончаниям. Тещова. Моя тещова. Моя свекровь. Моя тёща. Чёча. Моя чёча. Моя тётя. Сын. Мой сын. Мой сын. Джадек. Мой дядя. Моя дедушка. Здъянче. Мое здъянче. Мой снимок. Ойчец. Мой ойчец. Мой отец. Тещь. Мой тещь. Чвеченье. Чвеченье. Мое чвеченье. Мой тещь и моё упражнение. Я надеюсь, что вы всё вместе со мной повторяли вслух. Чвеченье тщече. Упражнение третье. Нам нужно переделать местоимение. Например, вот. Сын твоей сестры. Ма двадеща. Ощем лад. Сын твоей сестры имеет двадцать восемь лет. Видим в скобочках я. Значит, нам надо сказать, что сын моей сестры. И мы скажем. Сын моей сестры. Ма двадеща. Ощем лад. Сын моей сестры имеет двадцать восемь лет. Моя матка ест лекарку. Моя мама врач. Видим он. Значит, нам надо сказать, что его мама. Его матка ест лекарку. Его мама доктор. Ей лекция сом бардо чекабы. Её уроки очень интересные. Мы, значит, надо сказать наши уроки. И мы скажем. Уроки лекции во множественном числе. Мы помним, что множественное число именно именительного падежа. Также прилагательные и местоимения принимают окончание прилагательных. Имеют окончание е. Значит, мы скажем. Наши лекции сом бардо чекабы. Наши уроки очень интересные. Если забыли, то пересмотрите, пожалуйста, именительный падеж формы ОНЕ. Множественное число. Яка ест твоя улюбённая ресторация. Какой твой любимый ресторан? ОНЕ значит их, нам надо сказать. Яка ест их улюбённая ресторация. Твоя научительница имеет на имя ОНЕТА. Твою учительницу зовут ОНЕТА. ОНЕ значит, нам надо сказать, их учительницу зовут ОНЕТА. И мы скажем. Их научительница ма на имя ОНЕТА. Твое задание домовое есть Бардо доброе. Твое домашнее Задание очень хорошее Он, значит, надо сказать, что Его домашнее задание очень хорошее И мы скажем, его Задание домовое есть Бардо доброе. Идем И до кино с нашим господажем Мы идем в кино с нашим хозяином С нашим, а здесь вы Значит, надо сказать, что мы идем с вашим Хозяином. И мы скажем Идем и до кино с вашим господажем. Мы видим здесь ваш, ваше, ваше, но по падежам вот эти местоимения мы изменяем как прилагательное, то есть добавляем к местоимениям окончание как прилагательное. С кем? С вашим, с нашим. Здесь у нас наженник, творительный падеж. Яки ест ваше улюбенное кино. Какое ваше любимое кино? Она значит ее. Какое ее любимое кино? И мы скажем Яки ест ей улюбенное кино. Какое ее любимое кино? Переходим к упражнению номер четыре. Чвеченье номер четыре. Здесь нам нужно выбрать правильную форму из трех предложенных в зависимости от рода. Голоса, покой до науки, Анжелой и маме розмовяем. Голоса – это название школы языковой. Комната для учения, для науки. Анжелой и маме разговаривают. Честь маме. Чье – это пюро. Привет, маме. Чье – это пюро. Пюро также называют ручку еще, но так как пюро среднего рода, значит, мы выбираем чье, потому что чий – это чей мужской род, чья – это чья женский род. Пюро среднего рода, и мы выбираем чье, также среднего рода чье. Невем – не мое. То есть речь идет в этом слове, которое в среднем роде. Я не знаю – не мое. Мы шли же увего, альбо хавьера. Я думаю, что уве или хавьера. Увего – чуть дальше мы разберем, почему именно эго – окончание. Пока только скажу, что существительные имена, которые заканчиваются на окончания, такие же, как у прилагательных, изменяются также по правилам прилагательным. А где… И мы видим, здесь у нас был уве и хавьер, да? То есть они, значит, два мужчины у нас. А где они сон? А где они находятся? Уве, видим здесь жена, то есть его жена, нам надо сказать уве, его жена и дети их, их дети, уве и жены, значит, выбираем их. Уве, его жена и их дети сон на обеде. Уве, его жена и их дети на обеде. А хавьер пишет эмайл до колежанки. А хавьер пишет эмайл своей подруге. Але то хыба не его колежанка, только его девчина. Но, вероятно, возможно, это не его знакомая, но только его девушка. То есть это не просто его знакомая, это его девушка. Так, он ма дуже колежанок. Хи-хи. Да, он имеет много знакомых, много подруг. Ха-ха. Завше муви. Моя колежанка. Всегда говорит моя подруга, моя коллега. Так, шкода. Да, жаль, вздыхает маме, влюбленная в хавьера. Переходим к следующей части. Ченщце рано чи вечером? Утром или вечером. Перед нами есть картиночки с временем. И давайте прочтем, что когда у нас делает девочка. Давайте начнем по порядку, да? Где у нас здесь по порядке написано? Ладно, читаем, как написано. Пшед поуднем мам лекция польского в глоссе. То есть перед обедом, пшед поуднем, перед поуднем у меня урок польского в глоссе. Рано пани Йоанна роби для вкусный завтрак. Утром пани Йоанна делает для меня вкусный завтрак. В ночи щпе. Ютро ест новый працовитый день. Ночью я сплю. Завтра у меня новый рабочий день. То есть рано это утро, а ютро это завтра. Запоминаем, пожалуйста. По поудню естем БАРДО ЗМЕНЧОНА И МУШЕ ОТ ПОЧУНЧ. ХАВЬЕР МУВИ ЖЕМАМ СЪЕСТЕ. После обеда, по полудню, после полудня я очень уставшая и мне надо отдохнуть. Хавьер говорит, что у меня СЪЕСТЕ. То есть в Испании после обеденный, после полудневый такой сон. О полуноци врадцам додому. В полночь я возвращаюсь домой. В полудне ем обед, звыклые зупы. БАРДЦУ ЛЮБИ ПОЛЬСКИЕ ЗУПЫ. В полдень я кушаю обед, обычно суп. ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПОЛЬСКИЕ СУПЫ. ВЕЧОРЫМ СПУТЫКАМ СЩЕ ЗАНДЖЕЛОМ И ИННЫНЫМИ ЗНАЮМЫМИ ЗА ШКОЛЫ. АЛЯ НЕ ЛЮБИ ТАНЧАТЬ. ВЕЧЕРОМ я встречаюсь с Анджелой и другими знакомыми со школы, но я не люблю танцевать. Итак, еще раз прочтем по порядочку теперь уже. РАНО, УТРА, ПШЭД ПОЛУДНЯМ, ДО ОБЕДА, В ПОЛУДНЯ, В ПОЛУДЕНЬ, ПО ПОЛУДНЮ, ПОСЛЕ ОБЕДА, вот здесь видим с тринадцати до шестнадцати. ВЕЧОРАМ, ВЕЧЕРАМ, О ПОЛУНОЦИ, В ПОЛНОЧЬ, В НОЦИ, НОЧЮ. СЛОВО ДОБА ПЕРЕВОДИТСЯ КАК СУТКИ. ДОБА МА ДВАДЕЩЧА ЧТЕРЫ ГОДЖИНЫ, В СУТКАХ ДВАЦЯТЬ ЧТЫРЕ ЧАСА. Итак, когда вам надо спросить кеды? Когда? РАНО, УТРАМ, ПШЭД ПОЛУДНЯМ, ДО ПОЛУДНЯ, ДО ОБЕДА, В ПОЛУДНЕМ, ПО ПОЛУДНЮ, ПОСЛЕ ОБЕДА, ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ, ВЕЧОРАМ, ВЕЧЕРАМ, О ПОЛУНОЦИ, В ПОЛНОЧЬ. Также можно сказать в день, в ночи, днём, ночью. Давайте выполним упражнение номер два, чтобы закрепить новые слова. РАНО, ВЕЧОРАМ, УТРАМ, ВЕЧЕРАМ. В противоположности смотрим. РАНО, ВЕЧОРАМ, УТРАМ, ВЕЧЕРАМ. ПШЭД ПОЛУДНЯМ, ПО ПОЛУДНЯМ, ДО ОБЕДА, ПОСЛЕ ОБЕДА. В ПОЛУДНЯ, О ПОЛУНОЦИ, В ПОЛУДНЯ, О ПОЛУДНЯМ, В ПОЛУДНЯМ, В ПОЛУДНЯМ, В ПОЛУДНЯМ, В ПОЛУДНЯМ, В ПОЛУДНЯМ, В ДЕНЬ, В НОЦИМ, ДНЁМ, НОЧЬМ. ЧВЕЧЕНИЕ НУМЕР ТШИ, УПРАЖНЕНИЕ НУМЕР ТРИ. Мы прочтём текст и далее заполним табличку. Кто, когда, что делает. В тексте у нас описано распорядок дня семьи Май, Пан Гжегуш, Пан Йоанна, Каролина и Карль, их дети-близнецы. И что они делают, нам нужно сказать, утром, до полудня, в полудень, после обеды и вечера. Итак, прочтём и переведём. И здесь мы помним, что если у нас коротенькое слово, односложно, из одного слога, перед ним стоит предвог, ударение падает на предвог. Каролина не е. Так, читаем дальше. Пан Гжегуш только пие кавы, бо нема часу. Пан Гжегуш только пьёт кофе, потому что у него нет времени. Пшед полудням, ближняки маем заенча, Пан Гжегуш езде до клиенту, а пани Йоанна працую в дом. До обеда, перед полудням, близнецы, то есть Кароли и Каролина, у них занятия. Пан Гжегуш ездит к своим клиентам, а пани Йоанна работает дома. Цодзенанне, в полудня, Пан Гжегуш звонит до жены. Кароль мап шерве и е друге шняданье. А Каролина спотыкаща с хлопакем. Ежедневно, в полдень, Пан Гжегуш звонит своей жене. У Кароля перерыв, Кароль имеет перерыв и кушает второй завтрак, а Каролина встречается с парнем. После обеда, по полудню, родзенство, это Каролина и Кароль. Помним это слово, родзенство, это кто-то родной, родной брат, родная сестра, или если их несколько, называется в польском языке родзенство. То есть, брат и сестра после обеда, Кароль и Каролина, родные брат и сестра, делают покупки, муж еще работает, а жена либо что-то готовит на обед, либо пишет e-mail. Вечером wszyscy едzą разом колація, в дому, lub в ресторации, а на стэмпне маўжэнство oglонда телевизия, цурка гра на компьютерже, а сын учище. Вечером все кушают вместе ужин дома или в ресторане, а дальше маўжэнство, то есть это муж и жена вместе смотрят телевизор, дочка играет на компьютере, а сын учится. Давайте повторим еще раз слово. Рано, утро или утром, пшет поуднем, до обеда, перед полуднем, в полудне, в полдень, по полудню, после полудня, после обеда, вечером, вечером. И четвертое задание предлагают рассказать о себе и у своих знакомых. Но то попрошу написать в комментажах цо робиче дещ, чили вугули цо робиче в чонгу дня. Поэтому в комментариях я вас попрошу, можете написать, что вы делаете сегодня или вообще, что вы делаете в течение дня. Следующая часть, як чэнсто, как часто. Давайте вначале прочтем диалог. Увэ, як чэнсто працуеш? Увэ, как часто ты работаешь? Хэ-хэ, завши, от рана до вечора, естэм працохолікем. Ох-ох, всегда, ад уцутра до вечера. Я трудоголик. А як чэнсто дзвониш до жоны? А как часто ты звониш жене? Цо дзенанья? То значэ, щедэм разы в тыгодню. Ежедневно. Это значит, 7 раз в неделю. А чым езждеш до працы? А чэм ты езждеш на работу? Тут помню, что в польском языке мы ездим не на чём, а чэм-то. То есть, яды почонгем, яды самоходом. Например, я еду поездом, я еду автомобилем. Если мы скажем, яды на самоходзе, то нас поймуть неправильно, как будто мы едем на крыше автомобиля. Звыкле самоходом. Але от часу до часу таксувку. Абычно автомобиле, но время от времени на такси. А як чэнсто маш уроп? А как часто у тебя отпуск? Бардо жатко. Очень редко. Практичне только раз в руку. Практически только один раз в году. А як чэнсто ходзеш на дискотеке? А как часто ты ходзеш на дискотеке? Нигде не ходзе на дискотеке. Никогда я не хожу на дискотеку. Я стэм за старый. Я слишком старый. А тераз я мам пытанне. Для чэгу так дужо пыташ? А сечас у меня вопрос. Пачему ты так много спрашиваешь? Бо любя вшыстко ведзеч. Потому что я люблю всё знать. Итак, в диалоге мы видим выделенные слова. Повторим их ещё раз. Завше всегда. Цо джэнння ежедневно. Звыкле обычно. От часу до часу. Время от времени. Жадко редко. Нигды не. Никогда не. Нигды никогда. И ещё раз прочитаем по порядочку. От всегда до никогда. Як чэнсто? Как часто. Завше всегда. Цо джэнння ежедневно. И у меня к вам просьба. Повторяйте, пожалуйста, за мной также вслух. Чэнсто – часто. Звыкле – обычно. Часем – иногда. От часу до часу. Время от времени. Жадко – редко. Бардо жадко – очень редко. Праве нигды – почти никогда. Праве почти. Нигды – никогда. Запоминаем новые слова. А я у вас спрошу и попрошу также в комментариях. Расскажите о себе. Что вы делаете всегда? Что вы делаете ежедневно? Часто? Время от времени? Что вы делаете редко? Никогда? Или почти никогда? И домашнее задание будет рассказать о своей семье. О своей семье. В прошлом занятии мы с вами разбирали. Поэтому можете написать, можете проговорить для себя вслух о своей семье. А мы с вами услышимся уже вскоре. До услышения в Курце.